Такой вопрос сейчас задали в чате, если я стану социоником, мне, например, интересует, где можно реализоваться соционику профессионально, где делать работу, как применять соционику, наверное, и даже психософию вместе. И такой же вопрос, наверное, близкий, наверное, чем соционика и психософия полезны для бизнеса. Очень хороший вопрос. Самая близкая сфера, которая как-то примыкает к соционике и психософии, поскольку соционика и психософия – это одни из самых современных инструментов для создания психологического портрета человека, а если мы имеем в виду коллектив, например, вот у нас есть коллектив в каком-то предприятии либо фирме, и руководителю необходимо знать, кто есть кто с позиции каких-то психологических особенностей. Ну и в плане работы в общей. Мы, соответственно, можем протипировать всех, кто присутствует в каком-то отделе, либо вообще целую фирму. И у руководителя появляется информация, какой человек предрасположен к лидерству, какой нет, кто с кем вместе сработается, кто в меньшей степени к этому предрасположен, кому стоит поручать работу более интеллектуального плана, допустим, работа с документами, с цифрами, кому лучше поручать работу коммуникативную, общение с людьми, взаимодействие, кто лучше будет медиатор при конфликтах, при уваживании каких-то сложных ситуаций, договариваться, кто лучше будет, кому вообще лучше не давать никакую руководящую должность и кто прекрасно справится как подчиненный. К примеру, такие люди тоже нужны. И вот избегание определенных ошибок кадровых, оно очень хорошо может быть обеспечено именно с помощью соционики и психософии. Если вы, например, очень хорошо обучились, у вас хорошие навыки типирования, вы разбираетесь в соционике и психософии, четко понимаете, где есть эти границы, самая близкая сфера, в которую вы можете это применять, это HR. Все, что касается найма персонала, все, что касается управления персоналом, вообще менеджер по персоналу, который присутствует в фирме, который проводит, например, собеседование, который анализирует коллектив и делает периодическую ротацию кадров, например, подбор кадров на какую-то конкретную должность, исходя из типов руководителей, конкретных менеджеров, непосредственных руководителей и так далее. То есть с помощью соционики и психософии можно значительно повысить качество вашей работы. И вот это самый современный инструмент, и другие психологические направления этого не дают. То, что обещает MBTI, которое активно используется в HR – это, конечно, фикция. MBTI – типология гораздо более примитивного порядка, нежели соционика. И как мы с вами уже знаем из наших предыдущих ответов в рамках данного вебинара, даже соционика отдельно взятая, она в плане профориентации дает не так много, как хотелось бы. Только в сочетании с психософией. А MBTI по сравнению с соционикой – это гораздо менее совершенная типология. Поэтому там просто лучше это не использовать, потому что это будет, скорее всего, в лучшем случае это не даст никакого эффекта. Либо это может даже навредить, если там какие-то были сделаны выводы, исходя из MBTI. Поэтому ближайшее применение соционики и психософии – это все, что касается работы с персоналом, подбор кадров и анализ какого-то психологического климата в коллективе. Да. Ну и пока что соционика, она не настолько востребована, они знают не так много людей, многие даже ее побаиваются, потому что там кто-то считает, что соционика – это секта, кто-то просто недолюбливает, потому что кажется, что на людей навешивается 16 каких-то ярлыков, и это все наравне с каким-то таким дурацким абсолютно гороскопом, в котором вам рассказывают, что иногда вы веселые, а иногда вы грустные. Вот. То есть вы соционику можете применять скорее как дополнительное что-то, потому что нельзя прийти куда-то и сказать, что вот знаете, я соционик, давайте я вам буду набирать персонал. То есть придется все равно там какой-то заниматься HR и еще сказать, что вот у меня есть соционика, ну или не говорить вообще об этом, просто ее применять. Но методы эти применять, да. Да, да. И вы будете гораздо более ценным специалистом, чем прочее. Вот. А прям запрос именно на профессию соционика, профессия соционика – это вообще новое нечто, это еще такое, что не присутствует в социуме, и в большинстве случаев даже будут вас спрашивать, кто, вот, поэтому вот именно с таким заделом, чтобы стать именно социоником, и опять же, кто такой соционик? Соционик – это тот, кто применяет соционику, тот, кто ее преподает. Да. Тут тоже нужно определиться в терминологии. Ближе всего это, конечно, к управлению персоналом. Либо к психологии. Если вы, например, практикующий психолог, если вы, например, психолог-консультант, то применять соционику и психозофию можно только в путь. При этом совершенно не обязательно говорить клиентам, что вы ее применяете. Потому что у многих может возникнуть негативная реакция просто по незнанию, по какой-то предубеждению, может быть. И тем не менее инструменты, которые предоставляют соционик и психозофию, они просто удивительны. Опять же, если вы сами руководитель чего-то, или вам просто нужно подбирать команду. Потому что у меня, например, подруга, она работала в магазине, и она стала там менеджером каким-то, и ей нужно было набирать себе команду самой. То есть у них вот эти вот специалисты, которые набирали персонал, они у них отсутствовали, и они просто на любого студента, который доработался до менеджера, вешали вот эту вот функцию набирания персонала. А там еще логик деловой. И это для нее превратилось просто в сущий ад. Потому что она вообще не понимала, кого брать, кого не брать. Как вот заранее увидеть, к чему человек предрасположен, к чему не предрасположен, что он сможет, чего он не сможет. Как ему там отказать вежливо. Ну, в общем, это просто превратилось действительно в целую проблему. И вот в таком случае соционика, психософия могут помочь. Но, опять же, здесь тоже нужно обучаться. То есть нужно какое-то время, какие-то силы на это все затратить. Потому что типировать, ну, не так уж просто. То есть все-таки нужно этому уделить какое-то внимание дополнительное. Если вы просто руководитель, опять же, вам нужно собрать команду. Это очень большая проблема. Мы общались со всякими разными людьми, у которых всякие разные свои стартапы, собственные бизнесы. И, по их словам, коллектив, люди – это основная проблема. Потому что с позиции сильной логики деловой, особенно если у вас еще есть некая предрасположенность к предпринимательству, можно очень четко простроить ваш бизнес, что вы хотите, какие там у вас цели, как вы их будете достигать, что именно вы будете делать. Но вам все равно никуда не уехать одному. Вам нужны люди. И, опять же, нужно четко распределить людей. Нужно подобрать именно подходящих людей. Людей, с которыми вам будет комфортно взаимодействовать. Потому что если люди, которые подальше от вас, вы там руководитель, но вы с ними особо не будете пересекаться. Там будет больший спектр типов подходящих. Ну, еще в зависимости от должности, в зависимости от того, чем именно человек будет заниматься. Если это люди, с которыми вам взаимодействовать непосредственно, здесь нужно еще и личные интертипные учитывать. То есть, если у вас там руководитель с первой волей, зачем вам набирать себе какое-то ближайшее окружение людей с третьей волей? Вы просто, если вы будете изначально знать, что у вас там воля первая, и к вам пришел человек на собеседование, у него воля третья, вы просто и его, и себя спасете от каких-то там конфликтов, от каких-то проблем, которые все равно в итоге возникнут. Каким бы вы там осознанным человеком ни были, как бы хорошо вы не знали соционику и психософию, не пытались бы с помощью нее сглаживать какие-то конфликты и острые углы в общении с людьми. Потому что вы там можете сколько угодно это знать, сколько угодно этим пользоваться, но не факт, что другой человек вам пойдет навстречу, потому что люди бывают вообще самые разные. Так что можно иметь в виду, вот кого вы принимаете на работу, опять же, кому что лучше поручить, кого там на какие должности. Ну, Тимур уже об этом во всем рассказывал. Кому общаться с людьми, кому не общаться. Все это можно просчитывать, если вы там руководитель, вы сами можете этим просто заняться. Ну и в принципе, если вы не считаете себя супер прозорливым психологом, а таких людей очень мало, вот в принципе от природы, то соционика с психософией способна значительно повысить вот у вас навык просто разбираться в людях лучше. И соционика и психософия дают такие инструменты, которых больше нет нигде. То есть вы нигде это не узнаете. Вы можете по частям это где-то в различных направлениях психологии черпать, из личного опыта, из наблюдений, из жизни. Но вот настолько, чтобы все было систематизировано и универсально, только соционика и психософия это дают. Этика, конечно, не отрастет, но вот будет хоть какой-то инструмент более-менее объективный. Но вы будете уже значительно более прокаченным, вот вы логик, к примеру, вы будете уже значительно более прокаченным в плане понимания людей, нежели другие логики, которые этого не знают. Вот и все. Продолжение следует...